Специалисты Коряжемской службы спасения приступили к расчистке места под Крещенскую купель еще в понедельник, не дожидаясь официального распоряжения. Прорубь будет оборудована там же, что и в прошлом году, близ храма на реке Большая Коряжемка. Лед в этом месте уже достаточно прочный и способен выдержать большое скопление людей. В службе спасения произведены замеры толщины льда. Толщина на сегодняшний день составляет 30 сантиметров, глубина воды 1 метр 30 сантиметров. Сотрудниками ЦГСН взят забор воды для исследования. Основные работы по оборудованию Крещенской купели запланированы на пятницу. Сделать место купания не только удобным, но и безопасным. Над этим будут трудиться в Крещенский сочельник несколько городских служб. Благоустройство займется расчисткой снега, оборудованием деревянных настилов и ограждений. Горсвет обеспечит освещение. У спасателей своя задача провести ледорезные работы, обследовать дно и не допустить несчастных случаев в праздничный день. Традиционно будет организовано дежурство в праздничный день. На вахту заступят 4 спасателя, которые будут смотреть за безопасностью людей. В прошлом году к освященной Иордании пришли более 2000 коряженцев. Окунуться тогда пожелали чуть более 300 человек. Для человеческого организма ледяная вода – это в первую очередь стресс. Сам процесс погружения требует не только силы духа, но и серьезной подготовки, считают коряжмцы в возрасте. Потому многие из них предпочитают не рисковать. Все помоложе. Пусть мы уже в возрасте купаться не будем. Рискованно? Конечно, рискованно. А я если и не крещеный, так я и не купаюсь. А может кто-то из окружения у вас? А у нас в семье никто не крещеный. Церковь ликвидировали в 1935 году, а деревушка далеко в лесу была. Никто не приезжал, никакой не священник. У меня внук ходит. Что он говорит? Какие ощущения? Ощущения такие, как будто он вновь родился, говорит. Ну что, молодежь, так есть молодежь. На, мужичку, да. Пройдем, посмотрим. В Архангельской области в Крещенске-Сочельнике сам праздник Богоявления Господня будет организовано свыше 30 мест для купания. По традиции, коряжемцы отправятся в этот день не только к местной Иордании. Ожидается наплыв православных, также в Туровец и Христофорову пустынь.